Слышь, люк-то открыт? Мне для съемки надо Все, обкидали Слышь, люк-то открыт? Две медики Слышь, люк-то открыт Слышь, люк-то открыт Продолжение следует... 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 но и вот зато за это запорошить маленький снежка подкинуть и нормально где у меня ничего нет а вот он мы можем оттуда и оттуда снег сюда перекидать вот сюда здесь получится как бровка и мы просто так здравствуйте нам надо проехать через вашу переправу у нас не ездит по кустам а потом поставим на место и все на место просто спасибо тоже сейчас воздушным винтом какой-то не но тут и сильный ветер ездили всяко-разно тут за счет большой тяги мощности тут прет как танк да нам одну какую-то вытащить на место поставим на здравствуйте добрый день два движка даже не это один двигатель два пропеллера у меня просто этот это скользит это и раз они скользит на пластике там защита нет нет ну дни но плоская пластиковая камень с дизель 300 лошадиных сил все вы ночуете в них да да вот там солярку все где заправлять так мы автономность хода он у нас сани в лакуши они тащат еще с собой топливом до 1080 километров проехать топлива не надо ничего заправлять нет пока не надо утра всегда там же еще один мост как там-то они говорят нам сказали этот водитель играет также по левому нам наоборот нужно будет право вам так далее раз все равно это там это берег оттаял . начало начало с этими переправами приключения только продолжается ну да ну посложнее будет немножко 2 2 к узкий крутой подъем ну нам показали молодцы отношения хорошие директора переправы вот этой всей фирмы компании все показал свозил дару переправу показал в этом плане конечно здорово а 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что, тут прямо же можно ехать, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, всё хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вторая переправа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Нижневартовске. Мы на нашем пути. До Мегиона последняя. Потом только будет на обратном пути. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думал, здесь поедем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что ты у меня отобрал? Пойдем там, посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макс, всё, всё, там хватает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, там бы подморозило. На той переправе. Надеюсь, заморозки долбанут. Да, подморозят. И снежок, говорят, вроде будет небольшой. Во, вообще отлично, ну вверх, потом плюх, плюх, плюх. А вы поставили рага на место? Да, конечно. Конечно. Как бы их отпустили. Мы сниклили бы, да ещё лопату схватили бы, бегом, бегом. А там пистол. Всё это? Ну? Я повторюсь, что тут, что я не сказал. Точно ту же скорость, что и вы. Ладно, хорошо. Проедешь. Я знаю, в этой волокуши чувствую этот песок. У меня там... Главное, чтобы никуда не понесло, не потащило. А так заедет. Сюда-то без проблем заедет, ни хрена в какие боры залетали. Для аэресаней Нерпа такой подъём никакой не представляет трудности. Тут практически без разгона. Да ещё и аэресани везут с собой сани волокуши. Это тоже создаёт определённые сопротивления и трудности. Но здесь больше всего возникла проблема. Это на самом верху, где сходится этот лес с кусты клином и сугроб с дороги. И аэресани здесь не могли адекватно повернуть. Начинали скользить боком и заваливаться на правую сторону, на большой глубокий снег и кусты с деревьями. Поэтому было решение не рисковать. Всё-таки пропеллеры – это самая дорогая часть эра вездеходов. И поэтому решили перестраховаться и вытаскиваться уже лебёдками. Ночью приехали в Мегион. Заснять съёмка не получилась ночью, к сожалению. Поэтому вот это вот последние кадры прохождения уже этого понтонного моста. В следующей серии вы увидите, как мы прошли от Мегиона до Кемерово. Там, конечно, мы все эти участки проходили уже намного быстрее. Так как уже был опыт прохождения. Мы уже понимали, где дорога, где лучше пройти. Идем. Мегиона до Кемерово. Увидимся, если вы видите, где-то Переоценили мы свои силы и возможности. Продолжение следует... Вы можете еще посмотреть фотографию навигатора, где здесь указан путь. Вот от Кемерово до Мегиона он составил 1255 километров. Средняя скорость 44,6 километров в час. В принципе, по абсолютному бездорожью это неплохая средняя скорость. К тому же мы не знали дорогу, трассу. Очень много времени занимало у нас прохождение конторных переправ. Максимальная скорость то 7 километров в час. Но это не то, что максимальная скорость, в принципе, что они могли развить аэросани. Это максимальная та безопасная скорость, которую мы находили в участке, где мы ехали с этой скоростью больше 100 километров в час. Так как я напомню, что мы ехали на аэровездеходах еще старого поколения без амортизации, поэтому мы сильно не могли с большой скоростью разгоняться. Аэросани начинали на сугробах, торосах очень сильно прыгать. Это было очень некомфортно и опасно. Ну, вот видите, что мы в Мегион уже приехали в 10.45, практически в 11 часов. В общем, всем пока. Смотрите наши следующие серии. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.